Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Юлия Великодной в этом выпуске. Срок перехода на новую систему обращения с отходами и консультацию у врача на расстоянии. Какие изменения вступили в силу в новом году? Отправлять грузы железной дорогой стало выгоднее. Тарифы выровняли до общероссийского уровня по железнодорожному линии в Якутии. Выплаты семьям с детьми. Муниципальные и федеральные меры поддержки начали действия с этого года. В новогодние каникулы вступили в силу законы, которые отразятся на многих сферах нашей жизни. Изменения коснутся медицины, налогов, размера, заработные платы. О главных из них далее. Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию регионам поможет новый закон, вступивший в силу с начала года. Он упрощает организацию раздельного сбора мусора. Появляется обязательная процедура согласования с жителями расположения свалок и мусоросжигательных заводов. Для перехода на новую систему обращения с отходами в каждом регионе должен быть выбран региональный оператор. Сейчас с этой задачей справился 21 регион. У остальных есть время до мая 2018 года, чтобы определиться с выбором. Теперь врачи смогут помогать на расстоянии, консультировать по телефону и интернету. Вступил в силу закон о телемедицине. Страховые медицинские компании теперь обязаны присылать людям, которым рекомендуется пройти диспансеризацию, смски, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить им по телефону. А медучреждения так организовать прием людей, чтобы они, придя на диспансеризацию, тратили минимум времени. Особенность новой диспансеризации – более активный онкоскрининг. В России ввели налоговую амнистию для граждан. Признали к безнадежным взысканию имущественные налоги физлиц и пени по ним, которые скопились 1 января 2015 года. Кроме того, власти спишут недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей, скопившимся на эту же дату. Ужесточен контроль работы управляющих компаний в многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации, которые занимаются обслуживанием дома. Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке, что занимало много времени. Для неработающих пенсионеров пенсии с 1 января стали больше на 3,7%, социальные – на 4,1%. Важный момент. В этом году проиндексированную пенсию начали платить раньше, а не с 1 февраля. Минимальные размеры оплаты труда подтянули до 9 389 рублей в месяц. Рост составил 21,7%. Повышение минималки коснется, по данным Минтруда России, полутора миллиона человек. Туяра Филиппова, НВК Саха, Якутск. Пенсионный фонд начинает принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты средств материнского капитала. Выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января этого года. То есть мама будет подавать сразу два заявления – на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛ с ребенку. Если величина меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина, можно рассчитывать на ежемесячную выплату. В Якутии полуторакратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина составляет 26 400 рублей. Между тем, показатель рождаемости по Мирненскому району заметно сократился. В прошлом году на свет появилось на 120 человек меньше. Но районные власти с помощью программ поддержки стараются исправить данную проблему. Новорожденный Максим успел появиться на свет в 2017-м. В свой первый Новый год он встретит дома с мамой и папой. Ну, конечно, это счастье пришло к нам в дом. Да, я такое счастье пришла к нам в дом. Подарочек на Новый год от дедушки Мороза. Для Максима и его мамы год начинается с приятных новостей. Теперь молодым семьям за рождение ферменца будут выплачивать пособие. В среднем это 10,5 тысяч рублей в месяц. И выплаты будут расти. На программу из госбюджета выделят 144,5 миллиарда рублей. Это еще одна мера для повышения рождаемости. Показатель в последние годы сокращается. К примеру, если в Мирненском районе в прошлом году родились 919 детей, то в этом только 797. В ЗАГСе объясняют это отголоски 90. Это были такие кризисные годы, когда дети не рождались. И теперь получается, почему рождаемость становится меньше, потому что выросло вот то поколение, поколение детей из черной ямы. А вот жениться в 2017-м люди стали охотнее. Заключенных бряков в этом году больше, чем разводов. 552 против 437. Поделились в ЗАГСе и тем, как сегодня модно называть детей. Оказалось, родители все чаще выбирают старорусские имена. В уходящем 2017 году самыми популярными, как ни странно, лично для меня, это были старинные русские имена. Таисия, Тимофей, Назар, Мирон, которые, казалось бы, ушли в историю. Впрочем, вопрос имени все-таки не самый главный. Ведь важнее, чтобы все любимые были рядом, особенно под Новый год. Марфа Яковлева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Тарифы на грузовые и пассажирские перевозки железной дорогой снижены. Компания железной дороги Якутия перешла на новые расценки. Тарифы выровнены до общероссийского уровня по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева, которую он дал в декабре прошлого года. Снижение тарифных ставок коснется всех грузовых и пассажирских перевозок по железнодорожной линии Беркакит-Тамот и существенно снизит финансовую нагрузку для грузоотправителей. Таким образом, с 1 января 2018 года при перевозках грузов с участием инфраструктуры акционерная компания железной дороги Якутии будет применяться единый тариф, рассчитанный по прескуранту ОАО «Российские железные дороги». Для грузоотправителей данная мера приведет к снижению дополнительной финансовой нагрузки в размере порядка 75% в зависимости от номенклатуры перевезенного груза. К другим темам, несомненно, совершить в любое время путешествия до Аймекона желает каждый, ведь Аймекон – это самая холодная точка в мире. Тему продолжит мой коллега. Количество туристов из разных стран, прибывающих на полюс холода, ежегодно увеличивается. Это означает, что туризм в нашей республике и в отдельно взятом Аймеконском улусе стремительно развивается. Министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов убежден, говоря о том, что иностранные туристы должны прилететь к нам на самолете, а не ехать долгие часы на машине, теряя тем самым свое драгоценное время. Когда мы говорим про Аймекон, это не только туристы из Российской Федерации, но и иностранные туристы. Как раз, когда я здесь был в марте, здесь были китайцы, французы из Германии. Так что интерес иностранцев здесь есть, но он более-менее событий. Но через именно развитие данных объектов, через предпринимателей, мы надеемся, что туризм будет более глобальным здесь, в Аймеконе. Аймекон привлекательен не только своими суровыми климатическими условиями. К нам в летнее время наведываются и велосипедисты, и экстремалы, и мотоциклисты, и члены Русского географического общества России, а также журналисты из известных федеральных и зарубежных телеканалов для съемки документальных фильмов. Наши гости с восхищением отмечают, что народ Саха славится своей красивой национальной одеждой и колоритными украшениями. Туристы из разных стран любуются уникальным творением якутских мастериц. Чудесный образ повелителя холода Ческана приглашает гостей окунуться в сказочный мир льда и трескучих морозов. В нашей коллекции комплект зимней одежды для молодых девушек, зимней одежды русской национальности и, конечно же, якутские национальные пальто, национальное пальто Буктахсон. На самом холодном обитаемом месте планеты расширенные инфраструктуры, развитие современных информационных технологий жизненно необходимы. Отрадно, что недавно в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в селах Аймеконе и Тамторе свои двери для туристов гостеприимно распахнули два гостевых дома. Ежегодно туристы из разных регионов страны и иголков мира с большим интересом посещают резиденцию властелина холода Ческана. Артур Старостин, Павел Комин, НВК Саха, Аймеконский район. Первые шаги в мир науки. В Якутске проходит республиканский этап всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов «Я исследователь». Конкурс проводят для воспитанников детских садов и учащихся начальных классов. Это около 200 детей со всей республики. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Четырехлетний Ярик приехал защищать свой проект из Нижнего Бестяха. На конкурсе «Я исследователь» он представил весьма сложную для своего возраста работу планеты Солнечной системы. Почему ты выбрала эту тему? Потому что, когда мне было два годика, я заметила, что высоко-усоко на небесах яркое светило. И спросил папу, папа, папа, что это и как она называется? Папа мне объяснил, что это Луна. И с тех пор тебе эта тема интересна, да? Угу. Угу. Что ты сегодня приготовил? Вот это что такое? Это вся солнечная система. Третьяклассница Марина из Алайховского района тоже подготовила интересный проект. Как настоящая северянка, она рассказала о применении рыбной кожи. Я узнала, что можно эту кожу выделать, можно сделать из нее разные красивые изделия. Я сделала изделия, вот бубен из кожи налима, вот окно из кожи налима, вот такой вот амулет из кожи тоже налима. Вот это вот кошелечек из кожи щуки. Все участники республиканского этапа всероссийского конкурса «Я исследователь» – лауреаты муниципального этапа. На конкурсе дети представляют свои исследовательские и творческие работы в четырех направлениях. Это живая и неживая природа, математика, техника, физика и гуманитарные науки. В России этот конкурс единственный для дошкольников и младшкольников, потому что, как вы знаете, конкурса для старших подростков и детей старшего школьного возраста много, а вот для дошкольников это единственный конкурс в России. И мы очень рады, что Малая академия наук вот три года назад начала координировать этот конкурс в республике. И вот сейчас участвуют, вот сегодня участвовать приехали около 200 детей с 27 улусов в республике. Конкурс «Я исследователь» раскрывает интеллектуальный и творческий потенциал детей. Также учит педагогов развивать познавательные способности учащихся, начиная с самого младшего возраста. Победители нынешнего конкурса станут известны сегодня вечером. Они будут рекомендованы для участия во всероссийском этапе, который пройдет в конце апреля в городе Сочи. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Новогодние происшествия и дорожно-транспортные аварии. Добавилась ли работа у правоохранительных органов в январские каникулы? Окружная администрация отчитается перед населением. Вопросы смогут задать жители всех территориальных округов и пригородов Якутска. Участники научной конференции сделали свой шаг в будущее. Полторы тысячи школьников Якутии защитили первые проекты в этом году. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами.